Как право регулирования недропользования? Я считаю, что это благодаря той огромной работе, которую проводит и центр недр, и региональная власть, и немалую роль в этом играет как раз проведение ежегодного форма недропользовательства ЛЦФО. Несмотря на столь динамично развивающееся законодательство, я вижу то, что многие недропользователи, они все равно остаются в курсе событий, и это не может не радовать. Я сегодня традиционно хотел бы осветить вопросы изменения законодательства, что произошло за прошедший год, что нас ждет, а произошло очень многое. И мы сегодня с вами обсудим вопросы регионального геологического изучения за счет частных средств и вопросы переоформления лицензии на пользование недрами, так как у нас с 1 сентября появилось новое основание для перехода права пользования недрами. Вопросы, связанные с новым порядком взимания регулярных платежей за пользование недрами. И иные вопросы. Хотелось бы начать с очень важной темы, это региональное геологическое изучение недр за счет частных средств. Мы все знаем то, что в постсоветский период до этого года сформировалась система финансирования георазведочных работ ранних этапов исключительно за счет государственных средств. Проводится и проводилась немалая работа, тратятся колоссальные суммы. Мы видим определенные результаты, но в существующих условиях, в условиях тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня наша страна, безусловно, без частного соинвестирования этих работ нам уже не обойтись. Тем более, что заинтересованность в данном финансировании проявляется со стороны многих компаний, крупных. Многие компании этого ждали. И я думаю, что мы уже в ближайшее время сможем увидеть то, как эти процессы начинают реализовываться. Более детально мы с вами вопросы изменения законодательства и перспективы его развития, и, может быть, какие-то сложившиеся вопросы в области лицензирования недропользования обсудим детально завтра в рамках круглого стола, на котором я буду участвовать, я всех приглашаю принять участие. Поэтому сегодня крупными мазками мы с вами, я постараюсь осветить ключевые моменты. Если говорить о региональном геологическом изучении за счет частных средств, то принципиально этот механизм включает в себя необходимость включения соответствующего объекта в соответствующий перечень участков, которые будут предлагаться для реализации соответствующего механизма. Работы там могут проводиться, как традиционно, за счет государственных средств, могут проводиться теперь за счет совместного финансирования частного государственного, а также могут исключительно за счет частных средств такие работы проводиться. При этом в законодательстве проработан механизм порядка и заключения соглашений о соответствующих работах между подведомственными учреждениями Роснедр и недропользователем. Регламентирован порядок взаимодействия между недропользователями в том случае, если предлагаемая к региональному геологическому изучению недр площадь накладывается на уже предоставленные в пользу участки недр для других целей и многие другие вопросы. В чем смысл происходящего? А смысл в том, что частный инвестор в региональное геологическое изучение после благополучного окончания работ на соответствующего этапа получает преимущественное право на получение уже лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождения полезных ископаемых на те площади, которые для него показались наиболее перспективными. И это возможно после того, как он сдаст соответствующую геологическую информацию, полученную на региональном этапе. Далее я хотел бы сказать пару слов о изменениях статьи 17.1 закона о недрах. С 1 сентября этого года у нас появилось новое основание для переоформления. Оно возникло в законодательстве в связи с соответствующим поручением президента Российской Федерации, которое было дано на позапрошлогоднем Восточном экономическом форуме. Изменения эти приняты в связи с необходимостью развития в том числе и нью-йорного бизнеса. И включает в себя это основание впервые в законодательстве появилась возможность передачи права пользования недрами между корпоративно невзаимосвязанными лицами. То есть я напомню, традиционный механизм передачи права в похожих ситуациях, связанных с передачей активов между различными компаниями, прежде всего ассоциировался с переоформлением лицензии с дочерних на основные общества, с основных на дочерние, между дочерними обществами. И это предполагало определенную корпоративную связь между компаниями. Новое основание для переоформления такой корпоративной связи не предполагает. Однако есть ряд требований, которые необходимо исполнять при соответствующем переходе права пользования недрами. Ни в коем случае это нельзя воспринимать как открытие рынка купли-продажи лицензии на пользу недрами, как это некоторыми лицами воспринимается. И эти требования формировались с учетом того посыла и тех потребностей, которые были сформированы на восточном экономическом форуме, на позапрошлогоднем. И этот механизм включает, как раз и встраивается в механизм передачи условно актива геологоразведочного от юниорно, от геологоразведочного компании к инвестору, который готов эти геологоразведочные работы продолжить и далее финансировать более капиталоемкие процессы, связанные с разведкой и разработкой месторождения уже открытого. В связи с этим в 751 порядок, которым регламентируется переоформление лицензии, были включены такие требования, как необходимость заключения гражданского правого договора о передаче права пользы недрами. Этот договор или договоры, законодательство это допускает, заключение нескольких договоров, должны предполагать передачу геологической информации, полученной, назовем условно это, юниором, геологоразведочной компанией. Должна передаваться проектная документация, в соответствии с которой такие работы им проводились и продолжают проводиться. Важно, чтобы эта геологическая информация была получена именно этим недропользователем, с которого осуществляется переоформление лицензии. Более того, эта геологическая информация должна быть интерпретирована и должна быть либо сдана в Росгеофонд, либо быть на пути в Росгеофонд в рамках, например, устранения замечаний. Материалы рассматриваются в Росгеофонде. В таком случае прикладывается сопроводительное письмо о том, что материалы туда отправлены. Далее хотел бы переместиться в март 2024 года, когда вступил в силу 598 федеральный закон, который позволяет получать лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых в результате так называемого второоткрывательства. Этот механизм аналогичен и весьма схож с механизмом первооткрывательства, но предполагается, что геологоразведочные работы проводились либо на площадях ранее нарушенной разработке и месторождении, по которым запасы были списаны, либо осуществляется в отношении отходов к недропользованию. Я думаю, с учетом того, что мы сегодня с вами находимся в западной части нашей необъятной страны, прежде всего 598 федеральный закон, это про отходы недропользования в центральном федеральном округе. И у нас есть целый ряд грандобывающих предприятий, которые в свое время, например, в советские годы действовали, которые образовали соответствующие отходы. Теперь есть возможность получить лицензию на геологическое изучение, посмотреть условно эти отходы на предмет промышленного значения и извлечения из них полезных ископаемых. И в случае, если такое промышленное значение имеется, появилась возможность получить лицензию на разведку и добычу. Без аукционов, без торгового порядка, именно по механизму, схожему с первооткрывательством. Также с 1 сентября 2024 года вступил в силу законодательно урегулированный механизм оценки и обрабации прогнозных ресурсов. Я думаю, что для многих из присутствующих это очень важный момент, потому что, как мы знаем, прогнозные ресурсы уже давно в некоторых порядках предоставления, например, права пользы недрами имеют весьма важное значение. Их наличие или отсутствие при получении лицензии. Но не совсем было понятно, как эти прогнозные ресурсы должны учитываться, попадать в ГКМ. Процедура эта урегулирована не была, практика сложилась таким образом, что подведомственные учреждения Роснедр занимались их апробацией, но это делалось в рамках именно внутренних регламентов системы Роснедр. Теперь же в законодательстве прямо предусмотрены возможности проработан механизм того, как эта апробация осуществляется. При этом это важно не только для государства, как распорядители недр, чтобы понимать примерные перспективы тех или иных площадей на георазведку. Но на мой взгляд это весьма важно для самих недропользователей, потому что если вы являетесь обладателями лицензии, по которым есть прогнозные ресурсы, которые прошли компетентную апробацию со стороны компетентных лиц подведомственных учреждений Роснедр, это, как правило, повышает инвестиционную привлекательность тех объектов, в освоении которых необходимо привлечь дополнительные средства. Апробация проходит комиссионно в Роснедрах с привлечением подведомственных учреждений. Особенно важно возникновение этого механизма в условиях развития механизма регионального геологического изучения за счет частных средств, о котором я говорил ранее. На представленном слайде вы можете увидеть примерную процедуру прохождения отчета в целях оценки апробации прогнозных ресурсов. Механизм процедурно весьма схож с процедурой экспертизы запасов полезных ископаемых, поэтому я не думаю, что тем, кто из вас будет ее проходить, придется принципиально переосмыслять эту процедуру, так как вы, возможно, ранее проходили процедуру экспертизы запасов. Далее хотелось бы отметить важные нововведения, касающиеся мониторинга состояния недр. С 1 сентября вступило в силу постановление правительства 2029, которым устанавливается порядок введения государственного мониторинга состояния недр и локального мониторинга. Я напомню, что уже по итогам 2023 года недропользователи сдавали посредством личного кабинета недропользователя отчеты о результатах мониторинга состояния недр, но законодательно не было урегулировано, каким образом должен проводиться этот мониторинг и в каком виде необходимо о нем отчитываться. В связи с этим в эти информационные отчеты закладывались результаты этого мониторинга с учетом проектной документации и личного видения недропользователя того, как это должно выглядеть. С 1 сентября этот механизм урегулирован, и у многих возникает вопрос, нужно ли прямо сейчас срочно делать дополнение к проектной документации на георазведку либо на разработку месторождений, в которой будет прописан порядок осуществления этого локального мониторинга. Ответ такой, что это необходимо сделать, но это возможно сделать в рамках плановой хозяйственной деятельности в тот момент, когда будет подготавливаться планово то или иное дополнение к уже существующей проектной документации, либо будет утверждаться новое. При этом в будущем, по итогам 2024 года, 2025 и последующих лет, информация ежегодная о мониторинге состояния недр должна будет сдаваться так же, как и по итогам 2023 года, но уже с учетом нового постановления правительства и переутвержденной проектной документации. Также отдельно я хотел бы внимание уделить вопросам реформы, связанной с уплатой регулярных платежей за пользование недрами. Этот законопроект, в соответствии с которым были внесены изменения в 43 статью закона о недрах, он разрабатывался и обсуждался долгое время, и вот он принят и вступил в силу с 1 сентября 2024 года. Говоря кратко, он связан с тем, что если пользователь недр по поисковой лицензии нарушает сроки, указанные в статье 10 закона о недрах, а если мы говорим о территории Центрального федерального округа, то этот срок не должен превышать 5 лет, в случае если этот срок нарушается и в этот срок не были представлены материалы на экспертизу запасов, на 6 год ставка регулярного платежа умножается на 2, на следующий год на 10 и в следующий год будет она стократно превышать ту ставку, которая была за 5 год. Некоторые коллеги спрашивают, какого плана будет эта прогрессия, 2-х кратная, 10-х кратная, 100-х кратная, арифметическая или геометрическая. Коллеги, спешу всех успокоить, прогрессия будет арифметическая, то есть х2, х10 и х100 будет рассчитываться исходя из 5-го года и ставок соответствующих установленных по регулярным платежам, то есть 100-х крат будет не относительно 10-х кратного предыдущего года. Но надо отметить то, что этот федеральный закон включает не только ужесточающие нарушения сроков процедуру, но и процедуру, связанную с исключением такого многократного увеличения регулярных платежей ставок. В том случае, если были представлены материалы на экспертизу запасов, там этот счетчик времени по 10-й статье начинает проистекать заново, либо, допустим, по результатам геологоразведочных работ полистелинедр отказался от части не меньше 25% площади лицензионного участка. То есть произошла отрезка по 429-му постановлению правительства. Я напомню, это возможно только в том случае, если в отношении исключаемой площади были закончены геологоразведочные работы и перспективы выявлены не были. Более того, возможна компенсация затрат на геологоразведочные работы, после окончания пятилетнего срока, когда ставки регулярных платежей начали кратно увеличиваться, в том случае, если полистелинедр начал проводить геологоразведочные работы, он будет иметь право за соответствующий период получить определенные вычеты за затраты, которые были понесены на проведение этих геологоразведочных работ. Также я хотел бы пару слов сказать о том, что нас может ждать в ближайшее время. Из важного это то, что на высокой стадии готовности сейчас постановление правительства об порядке установления и изменения границ участков недр, который будет действовать взамен 429-го постановления правительства. Также в высокой стадии готовности у нас находятся правила разработки месторождения твердых полезных ископаемых, в соответствии с которыми будет осуществляться проектирование разработки месторождения полезных ископаемых. И эти правила будут распространяться как на общераспространенные полезные ископаемые, так и на полезные ископаемые к таковым не относящиеся. Это очень важный момент, поэтому очень рекомендую отслеживать движение этого нормативного правого акта, потому что в будущем его необходимо будет учитывать как при проектировании работ, так и при их проведении. И также, с учетом того, как сегодня уже неоднократно отмечалось, к счастью, в этом зале сегодня присутствуют и представители новых субъектов Российской Федерации. Я отдельно хотел бы отметить, что вчера правительством Российской Федерации в Государственную Думу были внесены поправки к федеральным конституционным законам, в которых о вступлении соответствующих субъектов в состав Российской Федерации, там были корректировки внесены по поводу порядка безаукционного предоставления в пользу участков недр. Посмотрим, в каком виде это все будет по результатам рассмотрения в Государственной Думе, но уже сейчас вы можете на соответствующем сайте ознакомиться с проектом этих изменений. Коллеги, всем спасибо большое за внимание. Еще раз призываю завтра посетить круглый стол на самые острые вопросы. С удовольствием отвечу, в силу того, будет позволять есть медкомпетенция. Спасибо вам большое. Как показывает практика, наверное, ваше знание, ваш опыт в решении правовых вопросов недропользования, он не просто бесценен, он максимально востребован. И в прошлом году, когда мы были в Калуге, площадка, в которой вы были модератор, она была не переполнена, она была бесконечна, эта площадка. И сейчас только что мы обсуждали в рамках перерыва вопросы наболевшие недропользователей. Я думаю, что у них будет всеобъемлющая возможность получить исчерпывающие ответы по правовому регулированию. Особенно, вы правильно отметили вновь пересоединенных территорий. Спасибо большое. Спасибо, Роман Олегович. Ваши доклады всегда четкие, и что говорится, на злобу дня. Особо частые вопросы, которые вы озвучили, это новый механизм передачи правопользования недрами и второоткрывательства. Действительно, эти вопросы очень много занимают времени, да, от недропользователей, и долгие годы на них не могли толком ответить. И только вот сейчас, с 1 сентября, новые изменения вступили в силу. Да, будем ждать у Романа Олеговича на круглом столе. Завтра заинтересованных людей. Я думаю, что много нового для себя подчеркнете. Спасибо. Спасибо, спасибо.